Здравствуйте! В эфире информационная программа «Повестка дня». Мы расскажем о событиях 10 октября 2012 года в студии Екатерина Семченко. Коротко о главных темах выпуска. Тарифы на электроэнергию для населения в 2013 году вырастут как минимум на 12%. Совет Федерации одобрил закон о приватизации жилья без согласия всех жильцов. Новые ставки земельного налога утвердили во втором чтении. ЗАГС выясняет сроки проведения публичных слушаний по поправкам в Генплан Петербурга. Премьер-министр России Дмитрий Медведев протестировал южный участок западного скоростного диаметра. Федеральная служба по тарифам установила предельный уровень тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению на 2013 год. Тарифы сохранятся на уровне действующих с 1 июля 2012 года до конца первого полугодия 2013 года. Во втором полугодии следующего года рост предельного минимального уровня тарифа для населения по субъектам Российской Федерации составит порядка 12%. Напомним, в Петербурге с 1 июля 2012 года тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, составляет 2 рубля 97 копеек за киловатт. На сегодняшнем заседании Совет Федерации одобрил закон, исключающий необходимость получения согласия на приватизацию жилья тех граждан, которые уже реализовали право на приватизацию другого жилья ранее. Напомним, действующая формулировка закона о приватизации требует согласия всех лиц, проживающих в жилом помещении, независимо от того, реализовали эти лица свое право на приватизацию ранее или нет. Новый законопроект исключает необходимость получения согласия на приватизацию жилых помещений от граждан, которые имеют право пользования на условиях договора соцнайма, но уже использовали свое право при приватизации другого жилья. Законодательное собрание Петербурга утвердило во втором чтении новые ставки земельного налога. Подробнее в репортаже нашего специального корреспондента Ольги Улановой. Депутаты законодательного собрания рассмотрели во втором чтении поправки к законопроекту о земельном налоге в Петербурге. При этом народные избранники смягчили вариант, который предлагал Смольный. Мы выступили против того, чтобы налог на землю для собственников квартир в нашем городе поднимали бы в среднем в 8 раз. Депутат отметил, что если губернатор Петербурга не поддержит поправку народных избранников, то для некоторых жителей центра города, а также малоэтажных домов, налог может оказаться поднят в 15, а то и в 20 раз. Некоторые люди, которые платят сегодня, предположим, 300 рублей, будут платить 5 тысяч, 6 тысяч рублей, то и 10 тысяч рублей налога. Парламентарий уверен, что это будет хуже, чем 13-я квартплата. Подробнее в репортаже БНТВ. Депутаты законодательного собрания Петербурга интересуются, когда состоятся публичные слушания по поправкам генплан города. Соответствующий запрос губернатору Георгию Полтавченко подготовил депутат Максим Резник. Генплан важнейший для города документ. Я думаю, здесь не может быть никакого спора. Беспокоит закрытость подготовки этого важнейшего для города документа. Отсутствие привлечения серьезного депутатского корпуса общественных организаций, специалистов, которых в городе у нас, слава богу, хватает. И мне кажется, что ответ на этот запрос губернатор может ситуацию изменить, и для города это будет полезнее. Чем открытие будем обсуждать все эти вопросы, чем больше информации будет, тем, мне кажется, будет более взвешенное решение при изменении такого важнейшего документа, как генплан Петербурга. Он отмечает, что на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре уже размещен перечень заявок, поступивших в адрес КГА на внесение изменений в генплан. Однако, как считает парламентарий, представленная на сайте информация не является полной и вызывает много вопросов. Депутат хочет знать, в течение какого времени еще будут подаваться заявки и как заинтересованные лица могут ознакомиться с ними. И в завершении. Сегодня премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев протестировал южный участок западного скоростного диаметра. Движение по данному отрезку трассы откроется завтра, 11 октября. Вы смотрели повестку дня. С вами была Екатерина Семченко.